раз 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 проверка привет ребятушки меня зовут роман кот вы на канале кота рамон все как обычно все по классике да а это вот это вот это in motion v14 adventure супер пупер дюпер или как там говорится моноколесо топ из топов вышка пушка гонка и все остальные прочие эпитеты которые в его сторону изливались многими многими опровергались ну я себя не причисляю к людям любителям мериться пиписьками поэтому я считаю что это просто мон колесо мон колесо которое мон колесо классная мощная вроде вроде едет хорошо есть у него свои приколюхи есть у него свои особенности свои отличия свои плюсики свои минусики тоже есть просто колесо все колеса чем-то хороши вообще прекрасно что они есть я не перестаю так считать поэтому выделять какое-то конкретное колесо это все индивидуально но про него и у меня есть что рассказать на самом деле то что я проехал немного 1200 я на нем уже проехал с момента покупки и за эту 1200 километров многое поменялось в моем отношении представлении многое изменилось первые 600 километров где-то это такой период в котором ты еще ездишь и такой были я не знаю может но нахрен может продать и купить что-то еще какие-то сомнения какая-то вот такая история в голове крутится а после 600 километров и после того как ты настраиваешь правильно подушки а это отдельная история упоры в смысле это отдельная история вот после того как ты правильно их настраиваешь делаешь находишь им места в общем такие в которых они должны стоять для тебя все начинает играть совсем другими красками и как раз где-то на пробеге в 600 километров у меня это и произошло то есть я колесу уже более-менее прикатался я уже понял его более менее начал его ощущать нормально начал на нем нормально поворачивать разгоняться тормозить и подухи я прям подогнал их под свои ноги так что было все четенько я передние подушки которые в моем случае задние в курсе да я там менял местами перед зад чтобы длинные передние вот эти вот упоры они чтоб могли упираться вот сюда в пяточку в общем вот этот момент с фиксацией ноги для меня очень важен я не стал покупать какие-то другие упоры не стал вообще заморачиваться у меня все по бомжу так скажем да если это можно применить к данному классу колес так уж вышло в общем моя задача была сделать так чтобы с родными подушками все было классно и я это сделал с ними все классно но есть одно условие я это делал вот под такие кроссы под высокие кто катается в низких кроссах ну наверно можно конечно пониже все это опустить но уже на торможение это повлияет потому что я сейчас буду показывать я же буду показывать я разверну его специально вам там видно я надеюсь вот этот упор вот этот упор он передний позиционируется как передний но у меня он стоит сзади он длиннее и вы его можете соответственно опустить и упереть в пяточку сейчас я вам все покажу хоп если я ножку сюда свою вставляю то у меня все четко вот он в пяточку здесь упирается здесь все тоже четенько здесь все упирается в ножку и вот этот я его вперед наклонил посильнее чтобы при разгоне я мог упасть немножечко вперед и при торможении у меня получается все четко есть один лайфхак с панельками чтобы их не ставить широкие если вы не хотите заморачиваться это элементарно вообще вы берете вот эту панель с велка и просто вот на два с половиной на три сантиметра смещаете ее всю назад это элементарно просто смещаете панель назад и у вас получается из-за этого колесо начинает нормально тормозить в совокупности с ассистентами она начинает нормально тормозить она нормально разгоняется на нем становится просто удобно ездить короче это положение конкретно в моем теле маст хэв я считаю она идеальна если кому-то помог я рад просто это на многое влияет правда на многое влияет в вашем общении вообще с колесом ваших покатушках это реально многое решает вот эта штука с установкой правильный упоров прям 90 процентов из вашего кайфа это вот эти правильно установленный упор наверно сейчас уже вот 1200 на нем проехал и она у меня ощущается в ногах как x когда-то ощущался классное такое колесо уверенное в себе все хорошо все четко все едет все тормозит разгоняется офигенно офигенно классно после него я встал на икса x мне показался в 5f прям игрушка я меня теперь такое ощущение что после этого колеса можно вставать на любое вообще колесо в принципе существующих и ты будешь себя более-менее комфортно чувствовать потому что я попробовал специально уже после того как я вкатался в 14 я попробовал прокатиться на линксе как раз на фестивале бессонница там было много владельцев линксов и я взял пару раз линксик попробовать покататься и вообще это одинаковые колеса вот несмотря на то что у линкса больше диаметр до колеса по ощущениям в полевых условиях в поле это было одно и то же разница лишь в подвеске подвеска у них отличается действительно у ветеранов и у инмо подвеска отличается отличается она в моем конкретном случае мне на руку потому что по моим ощущениям я покатался на паттоне я покатался на линксе и покатался на в 14 и по моим ощущениям подвеска на в 14 она имеет более четкую обратную связь на в 14 ты в моменте абсолютно точно понимаешь и знаешь что там происходит с колесом вот реально вот ощущение того что вы с ним синхронизировались она максимальная подвеска здесь прям без задержек отвечает тебе на все поставленные тобой вопросы ты точно знаешь что происходит на линксе и на паттоне есть некий как бы это сказать эффект эффект пластилина она более такая как будто жидкая подвеска она как будто бы с задержкой как будто бы с небольшой маленькой задержкой я не секу в этих подвесках честно я говорю свои ощущения как вот они ощущались может быть там что-то настраивается что-то накручивается и делается так чтобы этого не было но вот она показалась вот я несколько колес разных проб дождь пошел ну ладно мы попробуем ты дождь быстро только пройди и все мы надеяться что ничего не испортится нигде или испортится ну ладно пофиг по подвеске вы 14 на данный момент вот тысячу километров я проехал мне кажется что это просто что-то нереальное потому что несмотря на то что пружина здесь рассчитана на 100 плюс килограмм под моим весом эта подвеска все равно работает и она работает плавно в ней нет никаких рывков задержек там каких-то подвесаний или чего-то такого она просто плавная на нее стоишь и кайфуешь уже с коробки сразу из коробки ты кайфуешь я не знаю как будет с мягкой пружиной я попробую конечно же это все дело я попробую поставить черную от ему вместе с амортом возьму поставлю посмотрю что будет и возможно я ее и оставлю я не хочу сильно диванной делать колесо что я сейчас катаюсь я серьезно говорю я не шучу я сейчас катаюсь на этом колесе с весом 60 уже 5 килограмм килограммчик набрал 65 килограмм голышом с экиппом ну я не знаю что там 2 кг прибавится максимум с этим весом до 70 кг на этом колесе я чувствую себя абсолютно комфортно кайфово я катаюсь и получаю удовольствие я не борюсь с этим колесом я не страдаю от этого колеса мне ну не долбит по ногам и по пояснице все нормально поставлю аморт мягче скажу свое мнение обязательно пока что все и так круто по поводу тех ужасов которые я вычитал в чатах в чате точнее в 14 там люди постоянно что-то выкладывают у них постоянно что-то где-то там какие-то то ли проблемки то ли доработки доработки хорошо проблемки это плохо и у меня из проблемок было уже кое-что я про это тоже вам расскажу первое что у меня появилось это на пробеге где-то около 500 километров у меня появился сверчок и такой он ненавязчивый такой где-то где-то издалека там такой что-то делал когда это едешь он что-то там вот так вот делал я сначала подумал ну неужели подшипник но я проехал 500 километров ну какой по вот из чего должен быть сделан подшипник чтобы он за 500 километров навернулся вот реально это вообще нереально ну естественно мне этот сверчок покоя не давал и я полез туда и по моей традиции самые любимые естественно я это не снял что я там разбирал но хочу сказать одно разбирается действительно она элементарно снимаешь одну пластиковую крышечку скидываешь одну переднюю левую баточку левую правильно да левую переднюю левую баточку скидываешь и все я даже просто и все колесо вывалилась прям вот буквально так и есть ты откручиваешь несколько винтиков и все Тебе вообще не нужно заморачиваться. Прям элементарно все разбирается. Батка, кстати, взвесила. Одна батка весит 3,7 килограмма. Все, я скинул колесо. Ты и я. Скинул я колесо. Снял крышки мотора. Посмотрел внутри, что происходит. Мне понравилось, как они реализовали все это дело. Там стоит жирнющий сальник. Я не знаю, фотки я вроде делал. Я, может быть, приложу их здесь. Там стоит жирнющий сальник. Он закрывает подшипник. Там между ними расстояние. Туда можно набить смазки жирнющие какой-нибудь. Естественно, в родне там было суховато. И поэтому свистел именно сальник. Подшипник был нормальный у подшипника. Я не обнаружил там никакого сильного люфта, как вот у многих в чатике. У меня все было нормально. Я не стал ничего там переделывать, доделывать. Вообще ничего не стал делать. Я просто набил смазкой сальники эти. Гидроизоляционной, антикоррозизоляционной смазкой для стиральных машин. Вот ей набил. Крышки тоже ей же намазал. Не на герметик, не на что. Ее прям так намазал, посадил и прикрутил. В одном месте сорвал резьбу на самом моторе, когда крышку прикручивал. Винты родные, не очень. Винты родные лучше сразу замените. Я поехал в крепмаркет, купил там винтик на пару миллиметров подлиннее, но уже такой серьезный винтик, хороший, качественный. И вкрутил его в это место, где резьба накрылась. И все там держится, крепко закрутилось, хорошо, классно. Поэтому надо менять все эти винтики, естественно, китайская какашка. Собрал все обратно, собирать было не очень. Попадать вот в это все в одни руки лучше не сделать, конечно, неудобно. Либо какую-то надо делать специальную приблудину, на которой все это будет удобно стоять. Я это все делал на весу, и было не очень удобно. Но я все это собрал, естественно, на место все это закрутил. Все работает, не свистит, катается, возит меня. Классно, классно, офигенно, потрясно. Потом, спустя километров, наверное, 100-150, я заметил, что педали как будто бы болтаются, что ли. Тут есть винты сверху, два винта, которые крепят ось. Они вот раскрутились просто. Я их закрутил обратно, и все, все, сейчас все нормально. Все, это вот еще один моментик такой. Из самых страшных моментов, а он один всего был, это вот буквально на днях, на пробеге уже в тысячу километров, у меня, я приехал домой, я поставил его на зарядку, а оно не стало заряжаться. Экран погас, я, получается, выключил зарядку, включил опять ее, и ничего не происходит. Потом я включил колесо просто, а на колесе на экране появился треугольник красный. Ошибка. Я залез в приложение. В приложении я увидел тоже эту ошибку, и там было написано, невозможно отключить, или не получилось корректно отключить питание, что-то типа того, замените аккумуляторную батарею. Ну, короче, типа все. Типа батка, все. Перезагрузка не помогла. Ну, и я что-то постоял, посмотрел на колесо, думаю, дай крышки скину, вот эти вот пластиковые. Скинул крышки, разъемы просто открутил, разъединил все разъемы, батки все отключил. Потом подключил на место, включил колесо. Ошибки нет, все нормально. Видать, это был программный какой-то сбой, глюк, и ничего в этом страшного, я думаю, и нет. Обновление я не обновлял колесо. С самого начала, когда только я его из коробки достал, там было обновление, я не стал его обновлять, потом это обновление куда-то исчезло. Его, видать, убрали, потому что что-то с ним не то. Потому что я так почитываю периодический чатик, и люди пишут, что после обновления там какие-то проблемки у них непонятные. Я не вникал, если честно, просто это не мое. Я не должен разбираться в вопросе посредством других людей. Я должен разбираться в вопросе самостоятельно. Так вот устроен мой организм. Поэтому я самостоятельно и стараюсь разобраться в этом всем. У меня все нормально. Ошибка устранена, сверчок устранен, педальки больше не болтаются, все работает, все четко. Запаса хода хватает где-то 100 километров. Можно проехать на этом колесе. Я не проезжал, но слежу за тем, как уходят процентики, и сколько я проезжаю. Ну реально 1% 1 километр получается. Про покрышку хотелось бы сказать. Изначально я немножко был напуган этой покрышкой, потому что после полуслика на иксе смотришь на вот эту вот зверюгу, и кажется, что что-то... Ну что, что это вообще? Какая-то страшная, страшная, жирнющая, огроменная покрышка с невероятными какими-то там этими вот шашечками. Классная она. Мне она нравится. Несмотря на то, что она внедорожная такая, вот прям вот, прям вот, прям вот, прям зубастая, да? Но она нормально себя ведет на ПЧ. Она нормально едет. Она такая вся закругленная. То есть это не как на Паттоне там стоят покрышки такие злые. А это прям вот... Она как полуслик, только такая, которая цепляется. Я не знаю, как еще объяснить, да? Классная покрышка, которая везде может тебя вывести. Она универсальная, я ее менять не хочу. Пока не хочу вообще ни на что. Она прям мне нравится. Реально. Классная покрышка. Фара. Отличная фара, но в ней мне не нравится один моментик. Ну и такой моментик, он много я хочу. Было бы классно, если бы они сюда сразу внедрили фару с автоматическую, с корректировкой, с корректором. Такую фару уже сделали, насколько я знаю, уже придумали. Есть уже фара, которая с автокорректором. Не знаю, посредством чего там она гироскопа или чего там она работает, но в общем она есть. Она просто стоит дороговато, насколько я знаю, в районе 15-16 тысяч рублей. Но она есть. Если бы она здесь сродни стояла, ох, было бы вообще по кайфу, потому что когда едешь в гору, приходится рукой лезть и подстраивать фару, подкручить. Хорошо, что она здесь довольно легко все это делается. То есть, в принципе, без заморочек, ты рукой чик-чик ее поправил и едешь. Но тебе постоянно это нужно делать. А если ты еще ездишь с ассистентом, когда колесо у тебя само себя докручивает, там то вперед, то назад, то у тебя получается светотеневая граница все время куда-то плавает очень сильно, очень сильно плавает. То есть, только без ассистента с жесткими педалями ты можешь кататься на этом колесе и без сильных колебаний вот этой фары. А так, ну я с ассистентом я с ассистентом катаю в любом случае, потому что без него может пока что, а может вообще в целом у меня не получается тормозить на этом колесе. Вот с ассистентом нормально, он прям докручивает и я присаживаюсь, и вообще все классно, мы с ним научились как-то в паре работать. Без него, ну не очень. Плюс, еще ассистента в том, у меня он включен на 70% разгон и на 100% торможение. Я часто езжу сидя, и когда ты едешь сидя, без ассистента тормозить, ну такое, машина, машина, все, я не могу, у меня крыша едет, какая нахрен машина? но на колесо, оно не тормозит особо без ассистента. Оно и так не тормозит, стоя без ассистента, а сидя вообще не тормозит. В общем, сидя с ассистентом, со 100% на торможении, можно прям сидя тормозить и вообще не париться. Можно не вставая, прям оттормаживаться довольно экстренно даже. Классная вещь. По поводу педалек, по поводу педалек хочется вот сказать, вот эти дыры, классно, что педали легкие, спору нет, вообще классно, что педали легкие, но вот эти дыры, они слишком большие, в них еще перегородки надо было делать. И но, вы имейте в виду, в следующий раз, когда решите сделать пушка-гонка классное колесо, не делайте настолько сильно пустым пространство в педалях, вот туда ноги проваливаются, реально, проваливаются, прям стоишь, и нога где-то там, пяточка, не пяточка, носочек, короче, того и гляди, куда-нибудь в щелочку, так и норовит провалиться, то есть, ты прям, в некоторых моментах тебе приходится поправлять ногу, чтобы она не проваливалась, да, вот это есть косяк такой, ну, либо меняйте педали на какие-то другие, либо ездите на вот этих, я езжу на вот этих, они мне нравятся, все хорошо, я уже привык к этому, то есть, ну, блин, вот этот моментик было бы хорошо сделать. В плане сидячей езды, тоже, вот хотелось бы сказать, сидение вот это, которое шортс, я уже делал насчет этого сидения, оно классное на самом деле, оно и, я не знаю, что там писали, что вот там от кого-то там еще лучше, там дизайн не очень, или еще что-то, не, ребят, честно, я не знаю, я вот смотрю на него, может я дурак, может у меня со зрением что-то не так, я вот смотрю на колесо, и мне такое ощущение, что, и я не первый, кто так сказал, из моих, как бы из моего окружения, люди подтвердили вот эту версию, оно как будто, вот оно родное должно было быть, на него смотришь, и оно настолько гармонично с этим колесом смотрится, вот оно прям реально гармонично смотрится, не с черной вот этой штукой, не с какой-то там полосочкой, а вот именно вот это, с полностью рыжий низ, полностью рыжий низ и черный вверх. Ты, когда едешь на колесе, ты смотришь на него сверху, и я вот смотрю сейчас на него сверху, вот как будто бы я на нем еду, да, я смотрю вниз, опускаю голову, смотрю на него, и это идеально, вот прям идеально. На видосе, может не передается это, я не знаю. Вживую это не портит Понимаете в чем дело InMotion V14 это колесо как бы про дизайн еще Так уж повелось Да, понятное дело, что нам это не особо важно Но главное, чтобы оно ехало, все качественно, все классно Оно едет, все хорошо Но оно плюс ко всему еще и невероятно красивое И вот это сидение Эту красоту не портит А то, что я видел в интернетах Там От Алексы Ничего плохого не хочу сказать Наверняка это качественное, классное сидение Но они дутий, они чуть шире Они чуть выше и они портят дизайн Портят, ну что, не говори, они портят дизайн Да, на них мягче жопки Но это колесо не про Мягкожопую езду Я бы так сказал, наверное Это колесо про валилово какое-то жесткое По пересеченке, да И сидение тут нужно как раз в тех моментах Когда ты до этого валилово едешь И чаще всего Это не такие большие какие-то там Расстояния Да и в целом Даже этого сидения хватает Я уже привык к нему Первое время у меня задница болела Мне даже натерло ее В каком-то месте там где-то между булочками Натерло И было не очень приятно Сейчас уже все, я привык И я на нем езжу И кайфую То, что оно там сдвигается Все это вынимается Это вообще сказка Просто Просто потрясающе Офигенно сделано И стоит недорого Ребят Все Не хочу впаривать ничего вам Я вам говорю свои ощущения По мне так лучше этого Еще пока не придумали И по дизайну И по всему остальному Все это Это офигенное сидение Которое здесь должно быть Родная зарядка Вот про нее хотел сказать Родная зарядка Правда какая-то странная Она вроде большая Вроде шумная И вот это Факт Она шумит Вот это все Вся эта история Которая была Озвучена Что она бесшумная Нет Она не бесшумная Она шумит Она нагревается Она себя остужает Она делает это не постоянно А просто периодически Нагревается И начинается И странно Весит там Она 2 килограмма Здоровая такая Шумит И при этом 3 ампера Ну в общем Какая-то странная муть На самом деле Я бы сюда прикупил бы Еще зарядочку Побыстрее Какую-нибудь ампер На 6-7 Там не знаю Есть такие И было бы классно Потому что Раз она шумит И так будет шуметь А в 2 в совокупности Они бы давали 10 ампер А 10 ампер Для этого колеса Это вообще щадящий Быстрый Зарядочный режим Потому что На 10 амперах Батки здесь вообще Не будут страдать Никаким образом То есть 16-ку бы Я не стал сюда лить Конечно А вот 10 ампер Это вполне Такой лайтовый режим Для этих батареек И быстро И безопасно Поэтому Да Быструю зарядку Я вам рекомендовал бы Прикупить Тогда это было бы Вообще классно По поводу езды В грязное Или мокрое время Да Нужно докупать Какое-то дополнение К брызговику Чтобы спину не забрасывало Я катался конечно В чистую мокрую погоду Когда просто город был В лужах Но в чистых И остальные потуги Они просто ни к чему Кажется так Я уверен что сейчас сделают Еще кучу колес Выпустят Которые там Тысячу раз Переплюнут это колесо Уже наверное Переплюнули Дело не в этом Дело не в этом Сейчас вот Сейчас вот на данный момент Я езжу на нем И кайфую По-настоящему Кайфую Да мне стремно Приближение зимы Мне страшно Не то что страшно Мне жалко его в зиму Запихивать И скорее всего Зима ему не очень понравится Почему-то мне так кажется Хотя может Если подготовить его хорошенечко То можно и зиму катать Ну а что делать Дом сидеть Не хочу Икса я пока не продал Но может продам Поэтому Как-то я ориентируюсь на то Чтобы вот из этого колеса Сделать что-то Универсальное Круглогодичное Я не знаю Получится у меня это или нет Но это было бы хорошо Если так можно было Претензий по большому счету У меня к нему особо-то и нет Ну да Программа на обеспечение Может быть недопилена идеально Какие-то ошибки выскакивают Непонятные Которые сбрасываются Посредством отключения аккумуляторов Да там Не идеальные педальки Не идеально сделана Гидроизоляция Самого мотора Потому что Ну сальничек там Жесткий Жесткий Надо ставить помягче Подшипники тоже надо ставить Сразу какие-нибудь НСК или СКФ Контроллер вообще не греется Это большой плюс Ну реально Все время холодный Все там как-то распределено Так Ну не греется он 38 градусов Ну что это такое Это температура Не температура Даже в жару он не нагревался Вентиляторов здесь никаких нет Короче это колесо Каким-то чудесным образом Сделано на самом деле Очень хорошо За исключением Некоторых моментиков Но они эти моментики Будут везде и во всем Я думаю И еще долго-долго-долго-долго-долго Мы уже с вами состаримся Когда эти моментики Сойдут на нет И то они наверняка Все равно будут Чуть-чуть оставаться Офигенное колесо Правда? Я уже говорил Это про Х А это вот знаете Это для меня Как Х Только с подвеской После После кстати Четырки на Х Встал И такое ощущение было Как будто педали на земле лежат Здесь они прям высоко Высоко Ну к этому привыкаешь И дропал я на нем Уже с метровых Всяких штучек То есть Ехал Там ступеньки должны были быть А я с такой скоростью ехал Что ступеньки все эти Перелетал И прям приземлялся Куда-то там Куда-то там Достойно оно себя ведет В этих моментиках Достойно Отрабатывает подвесочка Ничего нигде не грохочет Не гремит Ноги целы Колени целы Спина цела Был у меня глюк Когда оно падало На бок И мотор раскручивался Даже после писка Что он отключился Он потом все равно раскручивался Это какой-то Программный моментик Который Я надеюсь Представители Inmotion Допилят И выложат все-таки Нормальное обновление А не то Что они выложили Там где-то там Где-то там Которое Испугало Некоторых людей Собственно Собственно все Классное колесо Которое работает Возит И доставляет Много удовольствия Да Да Не я не разочарован Правда Можно покачаться Тут даже Офигеть Прикольно Я не разочарован Inmo Я не разочарован Четыркой Сделано все хорошо Добротно Качественно С некоторыми моментиками Если вас Не пугают Эти моментики И у вас есть Лишние На данный момент Там 200 плюс Тысяч рублей Можете смело Покупать это колесо И наслаждаться Потому что Оно Дает это наслаждение Вообще Легко Нужно просто Прикататься к нему И не бояться его Все наверное На этом Будем заканчивать То я тут На качельках Решил покачаться С моей дебильной Вестибуляркой Меня сейчас тошнить Начнет Ну это нормально Все ребятушки Всех обнял Всем приятных Покатушек Хороших колесиков И Берегите себя Что еще О бабочка Бабочка Все пока Субтитры сделал DimaTorzok